Мы отправляемся с вами в путь от станции Веллинград-Юг в городок Септември по самому живописному железнодорожному маршруту Европы, входящему топ-10 самых красивых путешествий по ней. Так известное британское издание Guardian оценило красоту этой дороги. Радобская узкоколейка или радобская теснолинейка, именно так звучит на болгарском языке, это необыкновенная по своей красоте и экзотике железная дорога. У нас на канале уже есть обзор ее участка Веллинград-Аврамова. Так получилось, отдыхая в Веллинграде несколько лет назад, нам посоветовали прокатиться по радобской теснолинейке в сторону Аврамова. Совет оказался настолько удачным, что нам сразу захотелось поделиться увиденными нами красивейшими видами из окна вагона и посоветовать прокатиться по ней. Так родилась идея открыть на YouTube канал видеообзоров для тех, кто собирается в отпуск и планирует заранее чем заняться и что посмотреть во время отдыха. Конечной остановкой нашего путешествия будет станция Септември. Это небольшой городок с населением чуть больше 8 тысяч человек. Особенность станции этого городка в том, что она объединяет в себе стандартную по ширине колеи железную дорогу и теснолинейку. Как говорится, два в одном. Так что его смело можно назвать железнодорожным узлом. Своей значимостью и дальнейшим развитием он обязан проложенному железнодорожному пути из Стамбула в Вену в 1873 году. Наш поезд прибывает на центральную станцию города Веллинград. После короткой остановки мы продолжаем наше путешествие. Веллинград – единственный населенный пункт на дороге с двумя остановками, несмотря на то, что расстояние между ними всего лишь 5 километров. Септември – следующий этап своего железнодорожного развития получил во второй половине 1926 года. С вводом в эксплуатацию первой очереди родовской теснолинейки Септември – Веллинград. Это дало возможность добираться из Софии с пересадкой, например, в Веллинград или в Банско железнодорожным транспортом. Мы не советуем этот маршрут, слишком долго и утомительно. Наш совет – это аренда машины в аэропорту или воспользоваться трансфером отеля, если выбранный вами отель предлагает такую возможность. Такси, как правило, будет стоить дороже услуги трансфера. Поскольку теснолинейка имеет только одну колею, поэтому на некоторых станциях поезда разных направлений встречаются для разъезда, уступая свой путь для встречного поезда. В нашей поездке, как в сторону Септември, так и обратном направлении. Нашему поезду пришлось постоять на станции Костандова в ожидании встречного состава минут 7-8, а на обратном пути ожидание продлилось минут 10-12. Постоянные пассажиры, зная об этом, дружно выходят на перекур. На обратном пути повторилось все то же самое. В принципе, перекурить есть возможность в тамбуре поезда или его туалете во время движения. Скорее всего, у постоянных пассажиров желание выйти носит уже ритуальный характер. Некоторые из них, если вы заметили, уже знакомы с работниками железнодорожной станции, встречая по-дружески, здороваются за руку. Встречный поезд забрал своих пассажиров и продолжил свое движение. Наши попутчики возвратились с перекура, и мы тоже отправились в свое путешествие. Больше таких остановок для разъезда составов до конечной остановки не будет. Впереди нас ждут очень красивые виды горного ландшафта. Мы постараемся показать его вам, насколько это будет возможно. Наша работа претендует на лучший обзор по этой локации, если вы, просмотрев ее, согласны с нашим утверждением. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал и по возможности выскажите свое мнение в комментариях. Обратная связь будет не только лучшая оценка для нас, но и большая мотивация для новых обзоров. Мы позиционируем наш канал как тревел-обзоры, которые дают однозначный ответ о целесообразности посещения этих мест при планировании вашего отпуска. Они абсолютно независимые и не несут никакой рекламы, только наше собственное мнение и конкретные советы. Оставайтесь с нами, смотрите наши обзоры, наша самая лучшая работа еще впереди. Так в чем же был смысл проектирования и строительства этой тупиковой нестандартной железной дороги? Есть много разных мнений на этот счет. Больше склоняются к тому, что главной причиной строительства Родовской теснолинейки стало отсутствие быстрых транспортных путей для связи с отдаленными областями Болгарии. Во время Первой мировой войны и после Балканских войн многие земли были практически оторваны от остальной страны, что могло превратить их в легкую мишень для врагов. Для устранения этих проблем было принято решение о строительстве Родовской теснолинейки в 1915 году. Она должна была служить в первую очередь для возможности переброски войск, перевозки военных и оборонных грузов на этих только что освобожденных болгарских территориях и уже во вторую очередь для осуществления пассажирских перевозок и гражданских грузов. Боевые действия Первой мировой войны показали всю важность быстрой переброски войск в случае такой необходимости. Очень интересная история планирования и строительства теснолинейки. В 1915 году после детального изучения ландшафта правительством Болгарии было принято решение начать строительство железной дороги в самое сердце Родов. Долина реки Чипинская послужила основой для прокладки железнодорожного пути. В проекте дорога должна была соединить город Саранбей, современный Септември и Неврокоп, современный год Садалчев, сделав по пути следование остановки в горных поселениях. В процессе планирования оказалось, что часть железнодорожного пути должна проходить через опасное ущелье. Первые два приглашенных инженера после ознакомления с задачей от проектирования отказались. Препятствие оказалось почти непреодолимым, однако спустя некоторое время молодой инженер Стоен Митов, только что закончивший обучение в Германии, согласился взяться за эту задачу. Судя по тому, что железная дорога до сих пор функционирует в своем первозданном виде, он не пропускал занятия и был прилежным учеником. В 1920 году общий план был готов, и строительство началось. В первую очередь был построен участок линии между городом Септември и селом Варвара. В следующие пять лет железная дорога достигла села Лыджиня, будущий Веллинград. Работы проводились в очень сложных условиях, специального технического оборудования не было. Туннели прокладывались с помощью взрывов, кирок и лопат. В зимнее время, несмотря на холода, строительные работы не останавливались. Первый поезд в истории Родопской узкоколейки отправился в путь 2 августа 1926 года в 11 часов утра. Состав выехал из Саранбея, как мы уже говорили сегодня, это Септември, делая остановки на станциях Варвара, Баните, Дорково, Бакарджийский хан, Долине, Дренов-Дол, Чуката. Прибыв на конечную Лыджиня, он же Веллинград сегодня, через 3 часа 22 минуты. В 1927 году был открыт следующий участок железнодорожного пути от Лыджиня до Чепинабани. Через год был закончен и запущен в эксплуатацию чуть менее 17-километровый участок от Варвары до Пазарджика. К сожалению, по объективным экономическим причинам он был закрыт в 2002 году, а пути демонтированы. Это ответвление было убыточное, по нему в последние годы его функционирования ходило всего два поезда утром и вечером с практически нулевым заполнением. Дальнейшее описание трудностей в строительстве дороги относится к видеоряду, показанному в нашем видеообзоре участка Веллинград Аврамова. Ссылка на него будет в описании и в первом прикрепленном комментарии. Спустя 9 лет, в 1937 году, был сдан в эксплуатации участок Чепинабани, Якоруда. Строительство этого отрезка пути оказалось самым сложным на всем протяжении маршрута. Дорога проходит здесь по узкому ущелью. Из окна поезда можно практически дотянуться до скал рукой. Пришлось прорубать 15 тоннелей в скалах. Но самая нестандартная проблема была между станциями Света Петка и Аврамова. Железнодорожный путь должен был подняться на 15 метров вверх. Было решено проложить маршрут в форме восьмерки. После станции Аврамова дорога совершает два спиральных спуска, а после станции Черноместо железная дорога спускается в виде двух шестерок. 30 июля 1939 года был открыт к движению участок до станции Белица. С его пуском общая протяженность теснолинейки уже составляла 101 километр. Вот в эксплуатацию проходил очень помпезно, можно в прямом смысле сказать по-царски. Такое событие прошло с участием болгарского царя Бориса Третьего. Под взглядами неверящим своим глазам местных жителей и строителей дороги он решил проехать в кабине локомотива. Это событие надолго осталось в памяти местных жителей. Царь Борис Третий был монархом Болгарии, родом из Саксен-Кобурготской династии. Вступил на престол в возрасте 24 лет. Правил с 2018 года по 1943 год. Он возглавил страну в трудный период между двумя мировыми войнами. Был очень популярным монархом и являлся одним из ключевых персонажей в истории Балкан между двумя мировыми войнами. Строительство следующего участка Белица-Разлокбанска заняло около четырех лет. Открытие состоялось 3 марта 1943 года. В этом же году, 9 декабря, был введен в эксплуатацию шестикилометровый участок от Банска до Добрениште, который стал конечным пунктом. Железнодорожная линия так и не достигла год саделчего, как планировалось изначально. Участок Банска-Добрениште строился с помощью добровольцев, которые очень хотели, чтобы теснолинейка прошла через их села. Их жители прекрасно понимали важность наличия железнодорожного сообщения для дальнейшего быстрого восстановления и развития их региона после Второй мировой войны. Теснолинейка и сегодня остается единственным доступным общественным транспортом для многих сотен жителей горных сел. Хотя линия была проложена только до села Добрениште, на протяжении многих лет она являлась в прошлом основным средством передвижения пассажиров и грузов. Все товарные перевозки шли по теснолинейке до станции Добрениште. Потом они перегружались и дальше доставлялись автомобильным транспортом. Можно сказать, местные жители не зря добровольно помогали строительству Родобской теснолинейки. Она внесла свой вклад в развитие региона год саделчев. Как и предполагалось изначально, несмотря что строительство последнего участка было свернуто на отметке 125 километров, не достигнув запланированной конечной станции ГОЦ и Дельчев. Из-за сложности горного рельефа поезд преодолевает весь маршрут примерно за пять часов. Зная его протяженность и время, легко вычисляется его средняя скорость, равная всего 25 километров в час. На протяжении всего пути от начальной и до конечной станции было построено 4 спиральных виадука, 35 тоннелей общей протяженностью чуть менее трех километров. Самый протяженный из них – 314 метров, 12 станций и 13 посадочных платформ. Станция Аврамова, находящаяся примерно между Велинградом и курортным городком Банска, отмечена во всех туристических путеводителях и к Самое Высокогорное на Балканах. Она находится на высоте 1267 метров над уровнем моря. В наше время проектирование и строительство Родобской теснолинейки или как она значится в рабочей проектной документации. Линия номер 16 изучается в архитектурно-строительных вузах не только в Болгарии, но и во многих за ее пределами. Причиной тому стала уникальность инженерных решений, примененных при ее строительстве и проектировании. Из-за особенности горного маршрута ее также можно встретить в разных путеводителях под названием «Альпийская железная дорога» на Балканах. Периодически на узкоколейке устраивают развлекательные туристические поездки. Формируют специальный состав с узкоколейной паровозом. На ютюбе можно найти много видеороликов из таких путешествий. Такие путешествия не имеют точных дат. Если вы заинтересуетесь поучаствовать в одной из таких, то заранее уточните на сайте дату, маршрут и возможность забронировать место. Так уж сложилось. Было принято решение, что каждое первое воскресенье сентября – уникальная достопримечательность Болгарии. Родовская теснолинейка будет отмечать свой день рождения. Несмотря на то, что первый участок дороги открыли в 1026 году. Столетие Родовской узкоколейки было решено отсчитывать от момента начала основных работ строительства первой очереди по ее прокладке в августе в 1921 году. В преддверии юбилейной даты столетия. 3 сентября в 2017 году в ущелье Чипинской реки на железнодорожной станции Цепина был открыт дом-музей Родовской узкоколейной железной дороги. Немалую роль в выборе места сыграли окрестности станции, уникальные по своей природной красоте, чрезвычайно живописным видом на отвесную Сокольскую скалу и утопающая в ущелье. Здание вокзала было построено в 20-е годы прошлого века. Музей бесплатно обслуживается Гражданской ассоциацией узкоколейной железной дороги и работает в основном по предварительному заказу. Здание вокзала было полностью отремонтировано и отреставрировано максимально близко к первоначальному виду силами 20 волонтеров в течение двух лет. Основная цель при создании музея – пропагандировать столетнюю историю теснолинейки, привлечь как можно больше неравнодушных людей в Болгарии к делу сохранения последней действующей узкоколейки. В доме музея, скорее всего, его правильнее надо называть вокзале музея, на первом этаже расположены большой и маленький зал ожидания и канцелярия. Аутентичная билетная касса, которая раньше использовалась пассажирами, есть возможность прослушать аудиогид. Представлена большая коллекция из сотен исторических фотографий, документов и экспонатов, прослеживающих всю вековую историю строительства и эксплуатации Родобской узкоколейки. Фотографии подробно описывают историю создания дороги с нуля еще до прокладки основного пути. Фотографии показывают не только тяжелые дни строительных работ, но и пышных торжеств с участием болгарского царя Бориса Третьего. Фотографии не только золотого периода дороги с самыми и полными поездами, но и тяжелых лет упадка. В музее представлено аутентичное расписание движения 1985 года. Рассматривая его, нетрудно заметить большую загруженность дороги. В день проходил через станцию 31 поезд, включая линию Пазарджик-Варвара, ответвление которое, как мы уже отмечали ранее, было закрыто. Ему посвящена экспозиция в зале на втором этаже. При проектировании музея была создана атмосфера аутентичности того времени, чтобы его посетители могли окунуться в рабочую среду диспетчера прошлых лет, проштамповать компостерный ретро-билет, как это делалось в прошлом, перевести вручную настоящую путевую стрелку на другой путь. Наш поезд прибывает на станцию Варвара. Далее железнодорожный путь, прямой как школьная линейка, устремляется к начальной станции в септембре. Этот участок пути довольно простой в отношении его прокладки, как мы уже говорили, был введен в эксплуатацию первым. Несмотря на абсолютно ровный ландшафт, путиукладочные работы проходили с большими трудностями. На станции Септембре для подвижного состава были оборудованы специальные ремонтные депо. С учетом почтенного возраста вагонов и тепловозов, можно только догадываться, с каким трудом его работникам приходится поддерживать его техническое состояние, годное к эксплуатации. Наш обзор подошел к своему логическому завершению. Спасибо тем, кто досмотрел его. Если вы еще не подписались на наш канал, то вы можете сделать это сейчас. Тем самым вы морально поддержите нас и нашу работу над обзором.